Встреча с автобусом На пункте пропуска обязательный досмотр. Покидать позиции боевикам разрешают только с личными вещами. Из оружия один автомат и один магазин. Во время обыска его проводят сирийская и российская военные полиции. У исламистов находят пистолеты, патроны, пулеметные ленты, гранаты. Все это изымают. После этого в путь. Без малого 40 тысяч боевиков и их родственников уже доставлены в провинцию Идлиб. Центр по примирению враждующих сторон с подразделением военной полиции вооруженных сил Российской Федерации продолжает вывод незаконного вооруженного формирования Филака Храхман из Восточной Гуты. В течение дня из-под контрольной данной группировки населенных пунктов Арбил, Замалька и Джобар выведено 2307 боевиков и 3869 членов их семей. По некоторым данным, сложить оружие согласились и террористы Джейш-эль-Ислама, армии Ислама, которые удерживают Думу, самый большой город Восточной Гуты. После того, как они сдадут позиции, Уайз вокруг столицы перейдет под полный контроль сирийских властей. Кафир Батна, пригород Дамаска. Всего неделю назад его освободили от террористов и теперь здесь во все налаживается мирная жизнь. По улицам стоят машины, мотоциклы, люди возвращаются в свои дома. У террористов был здесь наблюдательный пост, а мы с семьей жили в подвале. Теперь пытаемся восстановить наш дом. Первым делом квартал прочесали сапёры. Сейчас здесь уже восстановлено водоснабжение, есть электричество. Открываются уличные лавки и продуктовые магазины. Правда, большинство домов... Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok DimaTorzok